Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Серёг Хелл Е, вы смотрите канал Хелл Плей. Надеюсь, у вас отличное расположение, духа и прекрасное настроение, ведь мы с вами сегодня продолжаем хреначить в Beholder 2, в этом тоталитарном государстве, пробиваться потихонечку наверх по карьерной лестнице разнообразными путями. Будем, конечно, действовать, стараться придерживаться более-менее благих поступков, но, как я уже сказал, иногда придётся идти на сделку с дьяволом, что мы, собственно говоря, и делаем. Это как бы составляющая атмосферы, которая ещё глубже нас погружает в этот мир безысходности. Ну, а перед тем, как продолжить про Человек за ваше здоровье, и понеслась. Нам сегодня с вами надо сделать что? Надо поговорить касательно сериалов с ребятами, с которыми мы ещё не могли поговорить, потому что мы не знали, мы не знали с вами о чём эти сериалы, мы только посмотрели их, и я, знаете, что подумал? Может быть, мы оставим время, чтобы пройти на площадь, но это не точно. По крайней мере, я держу это в уме, и мы обязательно, наверное, на площадь с вами сходим. Я не обещаю, что прямо вот сегодня, но обязательно как-нибудь. Итак, что нам там? Давайте, во-первых, взглянем сейчас на задание поподробнее, да? Так, у нас наследие рейда, получить биометрический сейф, мы с вами должны, ну, поиздеваться над Донгом. Вот, страх и страсть осталось нам. Конкурентная среда, это вот как-то избавиться от этих ребят, взломать любой терминал, вот чем мы сейчас тоже займёмся, собрать информацию о Фёргюсоне. Итак, я бы, знаете-ка, чей бы терминал хотел бы взломать? Ребята, я бы хотел взломать терминал того ублюдка, который украл сейф, понимаете, да? Вот, наверное, мы его терминал взломаем в первую очередь, надо дождаться, когда он выйдет. Мы туда зайдём, и там всё... Товарищ Редграф вас называет товарищ Фёргюсон. Ого! Не думаю, что стоит заставлять его ждать. Твою мать! Все планы нам этот Фёргюсон, кстати говоря, обломал. Нам надо на него компромат нам нафигарить. Вызывали, товарищ Фёргюсон? Кто там? Редгрейв! Я тебя что, ждать должен? Ты где-то шляешься? Я... Тебе что, слово давали? Заткнись и слушай! Я согласился взять тебя сюда только потому, что твой отец доверял мне и просил тебя пристроить. Пришло время возвращать долги. Сечёшь? Я не совсем понимаю, о чём вы. И я не сомневаюсь, что не понимаешь. Это твой отец был хорош, а на детях гениев, как известно, природа отдыхает. Короче, ты мне должен. Сколько? Ха, ты быстро схватываешь. Ты должен мне по жизни. Но для начала я хочу, чтобы ты прикинулся посетителем министерства. Один из этих ублюдков, что сидят в зале, ворует мои деньги. Понял? Не совсем. Ты тупой? Я говорю, один из придурков в зале прикарманивает деньги, которые дают посетители. Ты ведь знаешь, что взятки необходимо сдавать в доход государства? Конечно. А для на вас, государство, это я. Значит, эта крыса ворует у меня. Наши тупые охранники не могут его поймать, потому что... Поэтому я придумал гениальную операцию. Секретный посетитель. Морда у тебя невзрачная, так что сойдешь. За обычного посетителя. Я хочу, чтобы ты дал этому ему конверт, а я проверю, как он сдаст мне эти деньги. Согласится, я хочу подставить кое-кого. Этого Марка Леграда. Я все понял, товарищ Фергюсон. Разрешите выполнять? Да неужто с первого раза дошло. Получи поддельные банкноты у курьера. Возле торгового автомата тебя будет ждать охранник. Он расскажет, что да как. Когда все сделаешь, сразу докладывай, а иначе на глаза мне не попадайся. Ты понял, Рэд Грейв? Так точно. Все, пошел вон. Какой уебок этот Пит Фергюсон. Твою мать. Давай с ним поболтаем. Че пришел? Про этот этаж спросить. Расскажите, пожалуйста, про этот этаж. Мне что, больше заняться нечем? Как первому этажу удается выполнять все планы? Они ведь постоянно растут, а число работников не меняется. Первому этажу, да я тут один работаю. Пашу как конь, пока они без денег и штаны просиживают в своих кабинетах. Первый этаж, это основа всего министерства. Я докажу, что без них у меня ничего не выйдет. Что не выйдет? Не твое дело. Почему-то еще не... Так, понятно. Давайте посмотрим. Самолюбивые и амбициозные черты характера, присущие многим руководителям. Так, тут сейф есть. Смотрите-ка, здесь сейф. Понятно. Так, что у нас тут очки? Поговорите обо всем. Начальники. Господин Фергюсон, наверное, и строгий начальник. Я не обсуждаю руководство с подчиненными. Понятно. Так, до свидания. Так, вот это мы, конечно, сейчас не будем изучать картотеку. У нас есть на что потратить времечко. Поэтому все без картотеки. Так, Марк Алегран. Во, отлично. Этим мы и воспользоваться сейчас. А, он идет работать. Понимаете, а если я его прерву? Он решил попить чай, пока мы взламываем ему рабочее место. В общем-то. Как мило с его стороны. Давайте. Давайте. Надо этого петушка... А, мы не можем, смотрите. Необходим сувальдных замков. Однако, мы можем вот что сделать. Задание выполнено. Какое задание-то, твою мать, мы выполнили. Так, торговые автоматы на будущем. Так, ага. Торговые автоматы будущей торговли. Иди на встречу с многочисленным просьбом служащих. Министерство закрывает служебные столовые, заменяет их современными торговыми аппаратами, в которых можно приобрести широкий ассортимент товаров, первой необходимости, консервы, носки, авторучки, разводные ключи, носовые платки, брошюры, о половом воспитании и многое другое. Деньги. Мы этот вопрос уже не раз обсуждали, но если ты так хочешь, то я могу повторить. Денег от меня ты не получишь, пока не увижу, что ты взялся за ум. И не на словах, а на деле. Требования все те же. Жениться и завести детей. Или получить повышение. Но своим трудолюбием получить повышение это фантастика. Так что жду внуков. Ага. Так, а что тут еще есть? Опа. Какие-то фотки. С этой весой батей, да? Растелками. Петушок-то наш, а? Смотрите, как развлекается. Так, мы получили новую информацию о Легаранчике. Итак, работает, чтобы получить наследство. Замечатель хотел, чтобы Марко взялся за ум или остался без наследства. Интересно, сможем ли мы его склонить на всякое такое. Вот в чем вопрос. Так, давайте уйдем отсюда. Нормально. Теперь давайте с ним поболтаем. Где он? Вот он, Марко. Давайте. Чего тебе? Так. Поговорить обо всем. О наследстве, например. Марко, ты тут работаешь только ради наследства. Отец не дает мне деньги, поэтому приходится гнить тут. Да, даже если он скопытится, я ничего не получу. И что этому старику не нравится? Вот если бы он одумался и начал давать мне деньги, я бы все это министерство к чертям послал. Так. Нужны деньги. Богатый отец не дает ему деньги, Легран бы очень обрадовался, если бы давал. Так. Об отце. Ты знал? А, это моего отца? Нет. О семье? Если бы я тут вообще не был, то то же самое, да? Так. Пробиометрический сейф. Да, все еще по скидке просто. Угу. Законишь ты разговор. И тебе не хворать. Легран, а тут то работает Эмма. Эмма, Эмма, это тоже надо. Давайте сегодня повзламываем немного кабинеты. И надо обязательно не забыть поработать. Хотя новые счета нам еще не выставили, поэтому, в принципе, пока можно не работать. Потом уж как-то сориентируемся. Ага, мы можем смыть и здесь взломать. А теперь давайте чекнем компьютер. Фотографии. Школьные, видимо, еще какие-то. Обложка журнала МОД. Мои малыши, двое детей у нее. И я, и данные удалены. Видимо, ее бывший муж, как правило, дети. Так, должников к ответу. На минувшую неделю очередная партия водителей, не оплативших счет за коммунальные услуги, отправилась отрабатывать свои долги на шахты государства, где они проведут от 5 до 20 лет. Министерство социальной защиты предупреждает оплату коммунальных счетов, священный долг гражданина перед государством. Штраф. Вам вынесено предупреждение за допущенную ошибку в заполнении жедельного отчета. Повторная ошибка будет занесена в личное дело. 300. Так, понятно. Хорошо, давай теперь взломаем. Так, мы не можем чем взломать почему-то. Что, 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 это что за банк? Ага, вот. Так, взломать. Обучающий брошюр 30 способов разговорить. Написан на первой странице гласит. В книге их всего 21, а 30 просто красивое число. Опа. Видите? Завиксировали воровство на проходной... А, ой, воровство. То есть это показывает, что понятно. Твою мать. Оказывается, нельзя вор. Понятненько. Кто же знал. Ослабительный, очень мощный один из 90 периодов к отечественному произведению, за качество которого не стыдно. Да, понятно. Так, у нас на проходной будут проблемы. Окей, но кто знал. Я думал, что это просто нас предупреждает о том, что за это может быть наказание. Но не конкретно вот за воровство, а в целом. А, да, обсудить сериал. Так, пройдите во всем. А, так, про Питера Донга, о Хемнице. Так, за что по министерству, про начальника. Как тебе наш начальник? Он может себе позволить что угодно. В этом он воплощение мечты. И был бы идеальный мужчина, если бы не был женат. Так. А, про Питера Донга. Понятно. Так, обсудить страсти по вождю. Недавно начал смотреть, тяжело пока разобраться, но выглядит интересно. О, хорошая новость, хоть кто-то кроме меня смотрит. Мне иногда так хочется обсудить с кем-нибудь серию, но не с кем. Как тебе, Леонсио? Очень уж слащавый, как по мне, но любит Николь без памяти. Этого у него не отнять. Интересно в жизни, бывает такая любовь, чтобы как у Брэда, когда Катрин попала в кому после падения с лестницы министерства. Кстати, что думаешь про Марка и Марси? Марк противоречивый персонаж. Мне кажется, что он только делает вид, что без ума от Сэйфони, ради продвижения по службе. А на самом деле он любит только родину и вождя, ну и себя немного. А Марси это самая милая собака из всех, что я видел. Ты прелесть, Эван Рэдгрейв. Если продолжишь смотреть, то будем с тобой друзьями по сериалу. Так, понятно. Получили мы с вами... Хорошего дня, пока. Получили с вами... Плюс сердечко, да? Давайте, во-первых, сдадим, получим репутейшн. Так, сдать информацию о коллегах. Отлично. По личным вопросам нельзя. 1100 у нас. Замечательно. Замечательно. Продолжаем. Так, это наша с вами. А это Питера Донга. Давайте... Давайте взломаем. И обыщем Питера Донга. Может быть, про него еще получим что-нибудь интересное. Ну, для начала чекнем компьютер. Так, фотки. Я в детстве. Я на демонстрации. Я в поезде. Потрясающе. Какая-то папка. Первая. Кто? Марк Алигран. Что? Вывернул из стула на моем рабочем месте все винты, так что тот рассыпался, когда я сел на него. Подал мои отчеты о праводеланной работе раньше меня, изменив имя. Видимо, пришел на работу пораньше, чтобы разобрать стул и увидел отчет на моем столе. Отклонялся заявке посетителей, за что всех лишили премии. А, за это всех лишили премии. Хору учи... Так, а это что было? Легран. Понятно. Вторая папка. Топ 100 лучших патриотических песен. Хор училища трудовых резервов. Вождь местовой клуб. Лучших друзей. Вождь. Вождь молодец. Вия шахтеры. Мой вождь. Вейн факт. Наш факультет голосует за вождя. Слава вождя. Герой страны. Актив ткацкой фабрики номер 4. Светлое будущее. В доходном доме класса Б. Сроки подачи отчетности. Не позднее 5-го числа каждого месяца. О проделанной работе за месяц. Справка по форме 14-D. Отчет о проведении патриотической работы. Бланк 1 ПР для Ракович. Не позднее 5-го числа. Раз в квартал 2. НДСО. Бланк взять курьера. Квартальный отчет о работе по форме КОР-4 для Раковича Фергюсона. Так. Режим приема граждан. Новые требования с 1-го числа при входе в присутственные места посетителей обязаны помимо удостоверения личности предъявить сертификат о проведении вакцинации, справку о отсутствии задолженности за коммунальные услуги по форме ОКЗ-2 и характеристику с места работы при отсутствии указанных документов граждан направляет в спецподраспределители. Старший заместитель младшего управляющего документа оборотом в секторе 56-8 Джон Пис. Награда согласно деяниям. Товарищ Донг, в связи с тем, что вы перевыполнили план на 300%, вам выписана 29-я почетная грамота для отличия в труде и официально-министерская благодарность второй степени. Ммм, неплохо. Так, отличный работник. Удерживает звание работника месяца уже несколько месяцев подряд. Взломать. Отвертку. Универсальный инструмент для решения широкого спектра задачи подкручиваем чего угодно. Но мы с вами уже нарушили, поэтому можно воровать, я думаю, поскольку мы уже получим оплеуху за это. Так что я, пожалуй, сворую и это. Так, что у нас здесь? Спросить про фальшивые деньги, а расспросить про начальника. Как тебе начальник? Я про него немного знаю. Мое дело не перед начальством выслушиваться, а ходить документы собирать. Неужели ничего не слышал? Завидуют ему все, потому что начальник мужчина видный и девушкам нравится. Пока эти решки с документами катают туда-сюда, он катает молодых сотрудниц Министерства на личном автомобиле. Ты много людей с личным автомобилем знаешь, только завидовать остается. Поговорить о работе. Так, спросить про фальшивые деньги можно. Так, это интересно. Так, секретный... Так, это не то. Про начальника, да? Видный мужчина, окружен любовью многих работниц, Министерство богат и при должности. Женат, интересно, выполняет ли его жена месячный план по борщам? Просить про фальшивые деньги. Товарищ Фергюсон сообщил мне, что вы выдадите мне пачку фальшивых денег. Держи ручку, расписывайте бланки на получение. Давайте. И в бланке складской накладной. Хорошо. И в журнальный инструктаж по технике безопасности. Так его же не проводили. Без подписи не выдам. Понял. И ручку верни. Так, задание... Позвонить Кеннингему. Во-первых, нам надо. Мы собрали информацию. И нам нужно еще... Кстати, 250 получим бабок. Поговорить с человеком, торгового автомата нужно. Поддельные банкноты. Отличное качество. Сверху лежат парочка настоящих банкнот на всякий случай. Так, хорошо. А что еще? Поговорить обо всем. Про коллег, о погоде. Поговорить о семье за 200. Про Питера Донго. Вы знаете Питера Донго? Очкарик любит пироги с капустой, но всегда говорит, что и мама готовит лучше. А еще что-нибудь? Он однажды взял булку с изюмом, а там вместо изюма таракан. Но бывает, беда лагу тошнила. Так что охрана прибежала, думала террористы. Оказывается, он с детства терпеть не может насекомых. Ца, ца этакий. А я вот слышала, что в Южной Боре это деликатес. Хочешь булочку? Так, отлично. Новое задание получено. Воспользоваться тем, что Донг боится насекомых. Да, вот теперь... Вопрос, как мы с вами... Страх, вернее, не страш. Как мы с вами... Так, это мы с вами читали. Как мы тогда будем насекомых? Поговорите о Марко Легране. Марко Легран у вас тоже пирожки покупает? Вот еще, я тебе так скажу. В этом здании есть две вещи, которые меня бесят. Легран, торговый автомат. Чем же он провинился? Автомат? Легран. Легран, покупайте два в автомате. У меня, между прочим, трое детей и туфли жмут. Так бы я разнесла его в клочья. Легран, автомат. А мы Хазер. Вы знаете, Эму Хазер. Э, мы хорошая девочка. Вертихвостка, правда, и красится, как проститутка, но хорошая. Кофе у меня берет постоянно самый крепкий. Оно понятно. Всю ночь с ухажерами кувыркается. Где уж тут выспишься. Насколько я могу с у детей много работать, оттого и не высыпается. Гляди-ка, переработала она. Попробовала бы, как я, встать в 4 утра пирожков, напечь детей, накормить, политинформацию прослушать, а потом еще весь день с этим лотком таскаться. А ты, коли не веришь, иди сам к ней подкати, и свою глазунью в раз увидишь, как эта финтихфлюшка свои рогалики намажет маслом. А у вас все метафоры с едой связаны. Мета-что? Ты, как я посмотрю, умный, будто мозговая кость. Ватрушку будешь свежая вчерашняя? Про начальника. Как вам наш начальник? Солидный мужчина. Пройдет, взглядом не поведет. Кремень. Да нет, какой кремень? Тверже. Как будто бы хлеб по карточкам. Зубы от такого сломаешь два счета. Так что я долю ему тихонько отдаю и не отсвечиваю. Подальше от начальства, как говорится, поближе к деньгам. Поподробнее. Начальник разве не у тебя обедает? Ты что, такие как он, только в ресторанах обедают, и тем лучше. Для них, для меня, этим гурманам не угодишь. Так, еще получили информацию. Гурман не станет тащить в рот, что попало. Хорошо. Может поговорим о семье за 200? Давайте. Сирена, у вас есть дети? А ты что, в апаше набиваешься? Спасибо, мне хватает своих. Просто интересно, как вы все успеваете. Что тебе интересно? Так. Проблема в семье. Тот случай, когда беда действительно не приходит одна. Так, ну он уже 25, мы, грубо говоря, купили. У вас много детей? Было трое, одного еще в первую западную кампанию призвали. Переломала его война, как орех. В первый же месяц. Второй недавно нарисовался, контуженный, говорит, специалий из армии. Детина здоровенная, мозгов как у младенца. С ложечки кормлю третий. Ладно, что-то разболталось я, работать надо. Где ваш муж? Объелся груш. В смысле? Я однажды младшему принесла несколько груш, выменяла на рынке. А эта скотина пьяная, их все сажал под самогон. И что было дальше? Ну, я тогда молодая, была сильная. Поплохела ему, в общем. Кровотечение из носа открылось, так и помер. Отравление, страшное дело. Родители живы. После того, как младший родился, они нас к себе позвали в город. Комнату тут у них в социальном доме. Тут у них... Комната тут у них в социальном доме большая есть. В пятером, но в тесноте, да не в обиде, так сказать. К тому же, всегда есть кому капельницу поменять, если что. Капельницу. Младший у меня болезненный родился. Лекарства ему нужны. Я какая из меня медсестра? Я только пирожки умею печь. Вам кто-нибудь помогает? Конечно, чутка забота вождя и постоянные победы на фронте. Шутите? Как уж, какие уж тут шутки. Видишь, просто купаюсь в заботе. Не знаю, стоило ли говорить на самом деле об этом. Так, давайте с ним поговорим. Обсудить сериал «Приключения патриотов». Слушай, начал смотреть «Приключения патриотов» крутой сериал. О, а то я ни одной серии не пропускаю. Только я не понял, почему она называется «Приключения патриотов», если они просто сидят в комнате и разговаривают о том, кто лучше патриотов. А где «Приключения»-то? С этого всё начинается. Их потом всех арестуют, начнётся самое интересное. Смотри дальше. А, теперь понял. Чего тебе? Поговорить обо всём. Поговорить про насекомых. А что у тебя за истории с насекомыми? Они же совершенно безобидны. Ты бы так не говорил, если бы в летнем лагере для детей и младших служащих тебе выдали спальник с клопами. В квартирах класса Джей клопы — это вообще норма. А у вас в квартирах класса Джей с клопами боролись при помощи пауков? Нет, при помощи репеллентов. Репелленты? В детских лагерях их отродясь не было. Это начиналось большим расточительством. Поэтому какой-то профессор даже написал целую статью о последствиях использования репеллентов. Мол, не изучены, как они отражаются на следующих поколениях. Да и их химический состав, дескать, ненатуральный, вредный для окружающей среды. Звучит как простое оправдание дефицита. Оправдание, из-за которого нас заставляли ловить по лесу пауков-бродяг, запихивать их в спальники и ждать, пока они там разберутся с клопами. Кошмар. Не то слово, я сих пор и терпеть не могу их. Про коллег о начальстве. Как тебе наш начальник? Он суров, и я не обсуждаю начальство, и тебе не советую. Ну, хоть пару советов дай. Как найти к нему подход? Советы, я всего добился сам, мне никто не помогал, и я не собираюсь. До всего нужно заходить своим умом, как мне мама говорила. Расспросить подробнее. А я не пытаюсь собрать на тебя компромат, Питер. Мне просто интересно, какой он. Товарищ Фергюсон, отличный начальник с огромным авторитетом. Недавно мы чуть не провалили план по обработке обращения для Министерства Патриотизма, как он приказал остаться всем сверхурочным и даже брови не повел. И никто с ним не смеет спорить, представляешь? Представляю, что было бы, если бы кто-то поспорил. Так, эмммм... Примерный начальник. Некоторые сотрудники искренне считают Фергюсона хорошим руководителем. Эмми Хазер. Расскажи мне про ему, как они... А, понятно, то же самое. Об отце. А, ну да, это мы... Про министерство. Ну да. Условия работы. Это мы все с вами знаем. Так, эээ... Хорошо. Хорошо. История понятна. С клопами и так далее. Так, как бы нам... Нам нужно, может быть, 4 часа? Не знаю, давайте посмотрим, что это вообще такое, 4 часа. А-а-а. Биометрический сейф. Понятно. Просто обыск. Работа с терминалом Том-2. Новый навык взлома терминалов Родина. Так. Так у нас навыка не появилось. А, и мы типа должны изучить его там, да? Так. Открыт новая информация, полученный код... Так, страница из дневника. Вырванная страница из дневника. Столько лет ушло на подготовку, сколько сил потрачено, столько жертв принесено. Через месяц первый тестовый запуск. Возможность его изменить к лучшему обретет плод через каких-то 30 дней. Даже не верится, что так скоро. И я наконец-то смогу увидеть сына, встретиться без опаски за его жизнь и жизнь его семьи. Но пока еще рано мечтать и праздновать победу. Нужно многое проверить. Главное, чтобы стабильность сигнала не нарушала альфа-ритмы на 9 ГЦ. Так, ясненько. Вот зачем мы обыскали, то есть надо было. Я надеялся, на самом деле, там насекомых найти, честно говоря. Но торговать за 350. Давайте попробуем, что там. Не желаете приобрести необходимые хозяйства вещи и иностранные деньги за 999? Понятно. Здесь какая-то хуйня. Только деньги, только потратили зря, да? Какая-то хуйня по итогу. Так, может быть, у Леграна найдется пару тараканов, а? Сейчас узнаем. Чего тебе? Ясно. А, поговорить обо всем? Ясненько, хорошо. Нехрена. Так, тогда уходим отсюда, бежим. А, вернее, у нас есть телепорт, зачем нам уходить? Мы можем телепортироваться. Сюда, например. Так, торговый автомат, во-первых. Можно посмотреть, что там. Ну-ка, давайте глянем. Так, оставить отзыв на работу автомата. Оставить положительный отзыв, жалобу на работу автомата. Зачем? Ладно, пока не будем ничего делать. В общем, можно оставить жалобу и одобрение. Меня к вам направил товарищ Фергюсон. Это тебя, что ли, в очередь надо запихнуть? Подтвердить. Да. Так ты первый день тут, поздно уже. Очередь надо с утра занимать. Приходи в следующий раз пораньше и куклу не забудь. Пораньше? С утра занимать? Ясно. Посетитель из очереди, например. Ну, давайте послушаем. А я ему говорю. С таким авторитетом, как у тебя лучше с курьером встречаться будет... Погодите, а это же мы читали, по-моему, нет? В общем, по-моему, мы это читали, или... Они что, стояли как-то давно, это новый разговор. Ладно, неважно. Хуйня в любом случае нам ничего не дала. Посетители в очереди. Здравствуйте. Слушаю вас. Вы со мной заговорили, спасибо. Дело в том, что я не могу ни от кого дожаться помощи. Моя очередь, она там, дальше совершенно не двигается. Я стою в ней уже неделю, и не продвинулся ни на шаг. И чем я могу вам помочь? Ждите, люди ждут, и вы ждите. Да вы посмотрите, люди стоят даже перед заколоченным окном. Я не могу так ждать. Вы могли бы проверить сотрудника, который работает в том окне. Может быть, что-что-нибудь случилось, и мне имеет смысл занять другую очередь? Давайте согласимся. Хорошо, какой номер окна? Номер окно 101. Я посмотрю, что можно сделать. Так, что-то задание. Окно 101. Получим 250. Выясни причину закрытия окна приема. А, ну пойдемте, сбегаем. Так. Надеюсь, нас сильно не оштрафуют за воровство. Сколько же у нас заданий, это просто ужас. А как понять, где окно 101? Вот как нам это выяснить? Ну-ка. А вот, спроси про окно 101. Ты что-нибудь знаешь про окно 101? Нет. Говори. Хорошо, так. Давайте спросим у нее. Поговорить обо всем. А, мы не можем с ней говорить про... Пригласить подсобку можно. Значит, вечера пока нет, а вот прямо сейчас о чем-то? Я совсем недавно в этом городе один, никого рядом. Никого, кто бы мог поделиться своим теплом. На что ты намекаешь? О, что это такое? Пойдем подсобку проверишь. Редгарев, а ты нахал, ты же вроде бы женат. Ну, с чего ты вообще взял, что я с тобой пойду? Ну, мы взрослые и свободные люди. А, почему нет? Кроме того, наврать прочувства. Нет, не хочу. Не хочу тратить на это. Не хочу с ней трахаться абсолютно, блять. Еще оштрафуют как-нибудь меня, блять, за секс. Здесь за все штрафуют не хочу. Так, а у кого еще можно спросить? Может быть, у него... Спроси про окно 101. Ты что-нибудь знаешь про окно 101? Может быть, и знаю. Я что конкретно интересую? Интересует окно 101, не подскажешь ли его искать? Пока я подскажу. Иди налево. Ого, что это за такие? И через 50 метров поверни направо. В общем, там разберешься. А это, наверное, наше окно, да? А, нет. Ага, можно пойти туда. Час. Интересно. Офигеть! Я взглянул в кабинку, про которую говорил посетитель, и сразу же обнаружил причину проблемы. Мертвые сотрудники не могут обслуживать посетителей. Судя по всему, бедолага схватил сердечный приступ, но этого никто не заметил. Незаметная жизнь, незаметная смерть. Нужно рассказать охране, пускай разбираются. Офигеть! Рассказать про мертвого сотрудника охраны, про мертвую посетителю. Хммм... А, ну, может быть, обоим надо рассказать, а? Ну-ка, если мы с ней поделимся этим, можно что-то ей сказать? Нет. Охренеть, конечно, это пипец. Нет. Так. Надеюсь, одна херня. Так, чё ему надо? Как же насекомых бы нам это, ну, натравить на него? Поговорить обо всём? Да, ничего. А, хотя вот про коллег, может быть, там? Нет. Нет, нельзя. Ладно, идёмте. Так, товарищ Фёргюсон, да, подтвердить, но сам в утро. Так, ему пока не будем ничего говорить. Сначала, скажем, охране. Почти, поговорить про насекомых. Во! Что ты делаешь с жуками, которых мы собрались в растениях? Собираю мешки опасных, сжигаю остальные. Птицам скармливаю, попросить жуков. А можно у вас немного жуков попросить? С ума сошли? Не, я серьёзно, я тоже люблю кормить птиц. А, ну да, птицы, они красивые, но я вам не нанимался тут. Вот, в отпустой мешок идите и собирайте. Понятно. Да. Так, они раз растения, да? Жуков. Хорошо, собрали? А, на одну треть только заполненной. С ума сойти. То есть, надо три обязательно сделать. Но это, получается, на следующий день. Так, ну отлично. По крайней мере, будет ещё одно задание сделано. Так, пойдёмте. Пойдёмте дальше. Сколько у нас? 20 минут, можно вполне кинуть зигу вождю. Так, сейчас будем люлей получать, да. Стоять! Я ничего не делал. Сработал дектор, сейчас будем проводить обыск. 400 за каждый украденный предмет. Камера наблюдения зафиксировали законное происшествие при своем имущество. С обзломом. Статия 920.2. Штраф 4 за каждый украденный предмет или исправительные работы в шахтах сроком от 10 лет. На первый раз обойдёмся предупреждением. Первый и последний. Ебать! Фу, хорошо, что про канала это как его обойтись предупреждением. Давайте обыщем вот эту штуку. У нас его последний из 15 есть. Вдруг что-нибудь новенькое. Не, ничего. Так, поговорим, рассказать про мёртвого сотрудника. В кабинке 101 лежит труп. Почему? Что почему? Почему лежит или почему 101? Почему я об этом не знаю? Понятия не имею, теперь знаете. Разберусь, свободный, благодарю за службу. И это всё? Так, а беру на ходы, работе, режим питания, понятно. Подожди, это типа всё что ли? А, всё-таки нам придётся рассказать им обоим. Ладно. А, мы типа не можем вернуться теперь? Или что? Почему отсюда телепортироваться нельзя? А, вот. Так, вот здесь. У меня для вас новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Давай с плохой. Сотрудник, которому вы стоите в очереди, умер на рабочем месте от усердия неделю назад. Какой ужас. А хорошая. Хорошая стоит в том, что теперь вы можете спокойно занять другую очередь. Знаете, я, наверное, пойду домой. Я хотел получить премию за сдачу опасной литературы, но она вряд ли уже покроет мои расходы. Если хотите, можете забрать книгу себе, а я понесу... Я не понесу её обратно. Согласится. Спасибо, я найду и правильное применение. Так, задание выполнено, и мы с вами получили книгу «Советы на все случаи жизни». Новый навык «Скидка на оплату водоснабжения 50%». Охренеть! Круто! Ну, так-то, да? Так, давайте это... Чего мы так ходим-то? А, кстати, нам сейчас, походу, люлей дадут за эту книгу, да? А, не, нормально всё. Просто нельзя телепортнуться. Так, идём домой. У нас будет два часика. Два часика у нас с вами будем, и мы сможем что-нибудь там изучить и так далее. Так, а девочка что-нибудь новенькое скажет нам? Так, ясно, ничего нового. Как же игра классно изменилась. Просто с ума сойти. Так, оплата водоснабжения. А, у нас счета каждый день будут? Ну-ка. Надо будет работать весь следующий день, наверное. Ебать. Пятьсот. Ёб твою мать. Нихуя себе там суммы. Нам надо впахивать, как быки просто. Так, смотреть, мы ничего сейчас не будем. К нам стучаться, но это чуть попозже. А ещё надо позвонить и получить бабки за это, за всё остальное. Так, давайте. Так, скидка. Блядь, ше... Офигеть, надо шесть раз. Пять. Давайте сначала сюда вложим всё лучше. Потому что оплата 50% это будет очень даже кстати. Скидка, вернее. Так, надо звякнуть ему, во-первых. И откроем дверь. Набрать номер Джеймсу Кэнгема. Сообщите о разговорах с коллегами насчёт Пита Фёргюсона. Я поговорил с коллегами насчёт Фёргюсона. И что ты выяснил? Ничего необычного. Коллеги не сказали ничего, чем его можно прижать. Продолжай наблюдение. Нам нужно найти достаточное основание для его ареста. Эту информацию сдай через телефон для рапортов. Авторитет не будет лишним. Ну-ка, ещё раз. Вообще понятно. Кто там, интересно? Кто-то сыт в подъезде, смотрите. Уже нет. Здравствуйте, чем могу помочь? Разрешите я отрекомендоваться. Симон Балуа, управляющий этим чудесным домом. Эбон Рэдгрейв. Чрезвычайно рад знакомству. Как устроились? Всё ли в порядке? Может быть, вам нужна помощь? Всё нормально. Ещё вы сюда прежде пореже приходили. Как я вас понимаю, будь моя воля, я бы вообще денег не брал с проживающих. Но сами понимаете, работа. Симон, я просто пошутил. Ха-ха, обожаю людей с таким изящным чувством юмора. Я уверен, мы подружимся. Моя супруга Маргарет готовит чудесные студии из коровьих хвостов. Заходите в гости, угощу. Хорошо, как-нибудь зайду. Симон, извините, я устал после работы, я хотел бы отдохнуть. А у вас ко мне какие-то вопросы? О, простите, болвана, я задержу вас ещё буквально на минуту. Мне неловко говорить о деньгах, но все жильцы дома должны срочно сдать фонд капитального ремонта по сто... Эти, как его, по стою денег. Если вас только нет, то сдайте сколько сможете, но деньги нужны прямо сейчас. Блядь, а схуяли вообще. Это очень странно. Ну... Дайте за ним сто. Он просто обирает. Ну ладно. Да, конечно, возьмите. Премного благодарен. Легковерно, да. Извините, что потревожил. Всем вам хорошего времени. И вам того же, Симон. Ну ладно, по крайней мере, ачивку получили. Я знал, что он нас наёбывает. Это понятное дело. Вот. Ну, ладно. Было интересно просто, что будет. Друг, знаете, эти порядки непонятные. Вот. Так. Ну что ж, давайте спать. Давайте спать. Соберём насекомых сейчас. Отлично. Ну и надо работать. Надо работать очень много. На этом мы остановимся. Вперёд за работу. Нет времени прохлаждаться. Нужно очень много денег. Там счета просто какие-то невероятные. Спасибо, что смотрели. Очень классно. Очень офигительно. От игры пока дико положительные впечатления. С вами был Серёга Хелли. Не забывайте про канал на Твиче. У нас там проходят прямые трансляции. То есть я прям сижу в онлайне. Болтаю с ребятами. Мы там смотрим видосики. Ещё что-то делаем. Там рассуждаем. Проблемы решаем. В общем, заходите. С вами был Серёга Хелли. Не хважайте, не болейте. Все ссылки в описании под видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова